Я должна приросшие пинты с него сорвать. Вы как будто готовитесь сейчас что-то сделать, да, с него сорвать одним движением. Читать стихи – особое искусство. Здесь смыслы заложены в ритмичный рисунок текста, почти сердцебиение. Именно поэтому произведение недостаточно просто произносить. Его нужно, как говорят в театральной среде, присвоить. Только так зритель поверит чтецу. Я не знаю, как написать ей, чтобы тебя она не ждала. Подготовка проекта «Тебе» началась еще в январе с подбора материала. Выбирать пришлось из десятков, а может и сотен произведений. Кстати, некоторые из них предложили сами участники проекта, наши телеведущие. Например, Сергей Быковский выбрал стих современного автора Андрея Ледящего. Плачет спящий мальчик бородатый, на войне доживший досидит. Когда мы подбирали произведения для этого проекта, мы даже иногда проверяли, а какая дата публикации, потому что современные военные поэты оказались очень созвучны с теми, кто писал 80 лет назад. И иногда даже сложно отличить одних от других. Мы нарочно не стали указывать эти даты в наших видеоподарках, потому что, в общем-то, дата в данном случае не имеет значения, только имя и название. Всем авторам, с кем удалось связаться в социальных сетях, мы рассказали о нашем проекте. Идею они поддержали. Для меня будет честью, что на славной Орловской земле услышат одно из моих произведений. Мне очень понравился замысел обнаружить связь между современной поэзией и поэзией времен Великой Отечественной. Конечно, я дала согласие. Сейчас, в непростой период для нашей страны, такие культурные проекты приобретают огромную важность. Они подталкивают нас к переосмыслению многих вещей. Стихами Первый областной поздравят и наших телезрительниц с 8 марта. Проект стартует 22 февраля. Стихотворные вставки будут звучать в эфире после выпусков новостей и между программами до 10 марта. Стефания Басарева, Валентин Худокормов, Ирина Волкова, Илья Афонечкин, Александр Савенков. Телеканал Первый областной.